так мужики всем привет видео такое обращение к подписчикам есть ли у кого насос нд-21 именно многодырочник который вот с такой вот планшайба идет разобрал я насос свой и разобрал донора донор вот с таким вот валом получается под шлиц нужен насос именно многодырочник почему почему потому что мы моему моему капец конкретный то есть здесь этот вал не пострадал но пострадал пострадала секции высокого давления вот она пружина это от секции высокого давления вот это хренатень размолотила вал загнут и я не знаю если видно регулятора тоже под замену это вроде целая плунжер в нормальном состоянии от секции высокого давления короче ищу насос многодырочник лунжер нормальном состоянии то есть задиров таких конкретных нету не знаю видно не видно будет то есть как бы с секции высокого давления не пострадал короче грубо говоря хотел я поменять получается вот потроха то есть шестеренка развалилась вот здесь вот который стоит а вот тут вот вот здесь коническая шестеренка развалилась получается и размолотила мне все конкретно в насосе то есть она попала под помпу и он она ее там долбала конкретно короче в корпусе вон там короче ошметки зубья все внутри конкретно поедена именно насос нужен вот такой вот который многодырочник то есть они отличаются я даже не знал об этом что они отличаются то есть это вот так было и дом нужен вот такой вот планшайбой они отличаются чем вроде свину насос насос одинаковые охренас 2 разобрал донор который вот пошлиц у него отличие оказывается отличие это с донор это с моего насос конус намного толще подшипник передней больше задний подшипник больше этот вал состоит из двух частей вот так вот это который с с донора то есть отличие есть в передних крышках вот это вот это тоже ну как бы это хрен хотел снять получается отсюда поставить туда потроха тут тоже хрен с 2 здесь шестерня тоже сломано вот это вот то есть видно не видно будет и вал вот этот вот тоже немного погнутый вал регулятора вот этот вроде здесь шестерна вроде целый пошлицам она вроде совпадает но но нужны вот эти вот хреновины то есть вот это вот хренатень нужно пружину здесь этот насос был полностью заклинивший заржавевший то есть секция высокого давления на вон она заклинившие то есть я даже вытащить не могу и надо будет пробовать разбирать посмотреть потому что мне снять надо будет пружину с них где-то у меня еще одна секция высокого давления лежит надо будет поискать то есть нужен насос многодырышник у кого может быть завалялся кто переходил с насосов на насос посмотрел по ценам насос многодырышник от 24000 но даже если ставить мне такой обычный насос надо будет менять вот эту шестерню то есть вот эту шестерню надо будет менять это надо будет полностью разбирать и скидывать лобовину то есть это вообще не вариант либо ли покупать насос многодырышник который из вот с эти со шлицем нафиг сразу с шайбой грубо говоря с регулировочные ты а это вообще не вариант короче ставить переходить на шлицевые соединения может у кого завалялся такой насос куплю за разумную цену отправить можно транспортной компании сдек либо энергия у кого есть возможность куплю короче буду ремонтировать сам на регулировку получается повезу на стенд посмотрел по видео артема ершова потом алексея дядя алексея по сборке как бы ничего сложного насоса нет собирать его соберу но нужны запчасти грубо говоря говорю нужно вот такая вот хренатень либо полностью насос сборе желательно полностью насос сборе потому что у меня тут корпус конкретно побила то есть видно не видно будет там он пошкрябала побила здесь получается в корпусе тоже беда здесь вот посадочная разбила потому что видать когда шестерня вот это развалилась и ну все конец короче этому корпусу скорее всего тоже буду искать посмотрел на авито объявления такие насосы есть но очень далеко как бы овчинка выделки не стоит может у кого говорю есть вот такой вот насос сборе так вот эту вот херню я могу поставить принципе но у нее вал кривоват так это отсюда чтобы не не перепутать это потом все буду отмывать даже не стал отмывать говорю на фиг ему так разобрал посмотреть что здесь творится здесь кстати вот этой фигни не было стопорной здесь тоже не было на этом есть то есть вот они эти чека вот она вот это чека на этом насосе есть а на этом почему-то не был я даже не знал что они оказываются отличаются эти насосы вроде с виду такой же оказывается нет отличается валом получается и вот этими передними крышками здесь получается подшипник половина стоит вот здесь в корпусе половина получается вот в этой крышке то есть вон она тоже тут все как размолотила это здесь получается подшипник полностью в крышке вот этот вот подшипники в принципе можно будет купить в принципе под замену сальники тоже вот этот вал тоже потрепало конкретно это я получается доехал километра три наверно огород зафрезеровал стояла молотил он у меня на холостых потом такой щелк еще и трактор заглох заводите он мне как на одном цилиндре завелся короче кое-как домой доехал это где-то примерно три километра от участков от дачных и вот такая вот беда так ладно видео на этом закончу пишите в комментариях в так в описании есть ссылки на получается на вконтакте короче списаться можно будет вдруг как его есть может валяется без дела я куплю на запчасти грубо говоря а в дальнейшем наверное будет думать переходить на насос мтз либо на насос вейфу либо техно так ладно видео закончу на этом всем удачи и без поломок